А вот некоторые политики опять же говорят, что введение сухого закона в 17-м году и в 91-м году привело к революции, к распаду Российской империи. Уточню по второму вопросу. В 14-м году, с начала войны, введен сухой закон. И борьба с пьяцем и алкоголизмом была не в 91-м году, а по-моему в 87-м, что ли, или в 85-м, да, с приходом Горбачева. То есть немножко все по-другому. Я не говорю про сухой закон. Я говорю про ограничение производства пищевого алкоголя медицинскими нормами. Это безусловно, что если человек хочет напиться, его никто не остановит. Но надо, чтобы соблазнов было меньше. В особенности для молодежи, когда все эти энергетические напитки и дешевое пойло в виде пива на каждом углу. Ну не должно быть этого. Да, там разговоры ведутся о том, что только специализируемый магазин. Правильно. Ограничение по времени. Правильно. Но ограничить еще производство алкоголя. Это же все, что вы произвели, все прошло через человеческий организм. Значит, вы поубивали сколько людей. Это вредительство самое настоящее. Ни теоретически, ни практически невозможно указать предельную дозу алкоголя или степень его разведения, которая была бы для организма безвредна. А потому вне специальных врачебных назначений никакие алкогольные препараты и спиртные напитки не могут быть рекомендованы ни отдельным людям, ни обществу. Это вот мнение русских врачей, таких как Веденский, психиатр Бехтерев и других. Это мнение ничем не опровергнуто. Оно просто было отменено потом, вот последующим развитием советской медицины, которая складывалась под влиянием других лиц, которые как бы об этом забыли. Однако это остается истиной, и поэтому говорить о какой-то медицинской норме употребления алкоголем невозможно. Мне бы хотелось, чтобы утвердилось это мнение, а не то, которое вы озвучили. Есть норма, которая считается уровнем потребления, сверх которого идет деградация нации. 8 литров условного алкоголя на человека в год. Условная норма. То, что вы говорите, исследования провели русские врачи и так далее. Есть и другие. Есть и другие. Есть очень квалифицированные врачи, которые говорят иное. Я не буду говорить, что там. Разные вариации есть. Говорят иное. Поэтому здесь нельзя сказать, что медицина, как наука, пришла точно к некоему моменту. Потом, кроме медицины, есть традиция. Есть дурная традиция, есть традиция, которая вписывается во все остальные традиционные моменты. Ну, в церкви вино дают, да? Причают вино. Дают, да? Ну, убираем вино, что остается. Почему? Почему Христос воду в вино обращал, да? Что-то такое-то все-таки есть, да? Я не готов в подробностях об этом говорить. Меня сухой закон совершенно не затронет. Если его введут, я не пострадаю. Не пострадаю. Я практически не употреблю алкоголь. Но думаю, что это нецелесообразно. Вот был уровень потребления дореволюционный. Три-три с половиной литра условного алкоголя в год на человека. Это был один из самых низких уровней потребления в Европе. Нормально. Были пьяницы? Были. На одну деревню непременно один пьяниц находился. Ну, есть и биологическое предрасположение. Вот человек попробовал, а после этого уже не может от этого отказаться. Поэтому будут пьяницы. Вопрос в том, чтобы уровень потребления снижать. Не чтобы запретить пьянство, а чтобы его изжить. А это все-таки определенный процесс. Запретом здесь сложно действовать. А процесс может постепенно, мягко убрать вот это, то, что называется, культуру и питье. Это на самом деле не культура, а невоздержимость. Невоздержимость. Спасибо.